привет друзья и гости моего канала сегодня у меня проверка рецепта который называется взбейте карамель вы будете довольны результатом пошли готовить сковородку ставим на огонь всыпаем 250 граммов сахара и встряхиваем этот сахар ни в коем случае не перемешиваем лопаткой только когда сахар встанет будем перемешивать его лопаткой его варенье вот а теперь сахар будет растворяться самостоятельно перемешивать уже не нужно вы видите на сахар уже начал карамелизироваться растворяться огонь у вас должен быть средний ну а теперь можно помочь и лопаткой растворить сахар добавляем 60 грамм сливочного масла перемешиваем добавляем добавляемruled растворura и соединение всех ингредиентов добавляем сливки 200 грамм сливок 33 процента и также перемешиваем до однородности всыпаем пол чайной ложечки соли размешиваем и добавляем растворимый кофе полторы чайной ложечки и также тщательно размешиваем до полного растворения согласно рецепта необходимо еще варить 5 минут но я считаю что этого много нужно проварить минуты две и этого будет достаточно потому что идет горьковатый вкус выключаем и получившуюся карамель пропускаем через сито после чего оставим остывать до комнатной температуры пока будет остывать наша карамель растопим шоколад нам необходим шоколад приблизительно 150-170 граммов молочного шоколада ломаем его на кусочки и и я растопила его в микроволновке растопленным шоколадом смазываем стенки наши формочки заполненную форму ставим в холодильник для застывания и остывшую карамель ставим в морозилку приблизительно на 15-20 минут о форме достаем из морозилочки готовим второй слой шоколада где были у нас пробелы они видны и смазываем еще разочек и опять поставим в холодильник и не в морозилку я ошиблась формочку мы будем ставить в холодильник шоколад очень быстро застывает необходимо очень быстро смазывать холодильник для застывания достаем из морозилки нашу карамель и будем взбивать ее миксером взбитую карамель снова ставим в морозилку на 15 минут после чего взбиваем второй раз карамель карамель должна увеличиться в объеме и посветлеет получился у нас кофейная карамель вот такая начинка теперь берем парочку грецких орехов разрезаем их на мелкие кусочки высыпаем в нашу карамель в нашу начиночку перемешиваем берем кондитерский мешочек наполняем его карамелью часть начинки я сделала без орешков а часть сделала с орешками сюда же можно добавить и кусочки печенья этой начинкой будем заполнять полусфер здесь я почти полную выдавливала начинку это тоже мой косяк потому что когда прижимаешь печенюшка то карамель выдавилась и получилось некрасиво я убрать убрал излишки но такая вот красивая получилась и еще один момент искала я печенье по форме чтобы заполнить эту печеньку полностью формочку такую печенька я не нашла то больше то меньше взяла меньше но поэтому выходил карамель вот так вот видите когда размазываю карамель очка выходит заполняю полностью шоколады сверху чтобы он застыл и не пачкалась карамелька то есть нужно или бисквит или же печенька но по форме по форме нашего десерта неудобно конечно но ничего не поделаешь а другой раз буду делать только с бисквитом ставим в холодильник а теперь достаем вот такие вот полусфера у нас получается ровненькие красивенькие как вариант можно между двух полусфер тоже смазать каким-нибудь кремом и соединить и будут такие вот шары сверху можно украсить белым шоколадом или же черным шоколадом полить просто так ну а теперь пробуем теперь о вкусе горьковатый вкус этой карамели а так в принципе неплохо можно любейший крем сюда добавлять вместо карамели можно что-то другое или же чтобы не было горьковатого вот этого привкуса меньше варить карамель или же не добавлять кофе ну всё пока пока